Вы можете, наверное, Владимира Сергеевича, я его вывешу в среду. Меня интересует половинка 502-й пятницы у Игорь Васильевича. Она здесь на половине? Да. Ну, коротки поднимите. Вы писали? Да. У Игорь Васильевича? Да. Молодцы. А где она это? Он собрал его. Ну, класс. А сколько у Вас у Игорь Васильевича 5-500? Народ, сколько? 8. Фантастика. Ну, ладно. Я буду очень рад, если они у Вас сохранились. Так, значит, дальше по техническим делам. Значит, кого не интересует, то, что я поставил ту или иную оценку, сегодня, 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 ну, сегодня, может, после лекции 418. А, у Вас это лекция, да? Да. Ладно, тогда сделаем так. Тогда сделаем так. Завтра я буду здесь, мне в 3 часа спецкурс, значит, за 3 часов можно подать к нему будет. И самое главное, в городу. Цель подходите, я буду в 418. И я все подробно сделаю. Чего-нибудь даже не надо, потому что у Вас занятия, и у меня встреча с Анной Петровной, поэтому сегодня будет некогда. А вот завтра, и все частично, и в основном, ну, а не ряду надо, без барьера нет. В сведу, когда я подробно расскажу, что я поставил цепи, и или иные. Так все не ясно. Ну, большинство не отреагировало никак. Ну, ладно, тогда знающий и меньшинство передаст к безразличному большинству. Хорошо, дальше пойдем. Неделя с 14, 15, 16 и 17 октября. Отразили? Да. Вторая контрольная работа после сдачи колокольного. Отразили? Да. Ну, вот уже жив люди, уже есть люди. И так контрольная работа, вот этот факт, посмотрите, а мы возвращаемся к нашим баранам. То есть химии генов поливодородов. Мы с вами разобрали условия получения и причины получения генетически контролируемого продукта и о динамически контролируемого продукта. И теперь я, как уже ответил, должен говорить о чем? Должен быть о другой реакции. Это реакция гидрогенированных симметричных генов. Симметричных генов. Таких, как бутагена 1-3. CH2. CH. CH. Нет. CH2. Это будут перенилы и бутагена 1-3. И, надеюсь, вы понимаете, термин симметричный. Да, режем пополам, справа-слева одно и то же. Это называется симметричный ген. Так вот, при свидетении симметричного гена, несимметричного реагента, какого? Хлористового дорода. Хлористового дорода. Надеюсь, понятно, да? Когда был хлор, это был симметричный реагент, так ли? Брон тоже симметричный реагент. А это несимметрично. Так вот, если мы будем это все делать, то здесь выполняется все то же самое, что было в предыдущем варианте. То есть, при обычной температуре, прессовой температуре, я обозначил это как 40 градусов, идет 1 на 4 присоединения. Я не буду писать продукты реакции. 1, 2, 3 и 4. Надеюсь, это все понятно. Или надо написать? Нет, надо написать. Это будет CH3. Это будет CH, двойная связь CH. Да, потому что в Африке пока нельзя. Я иногда смотрю, чего пишут студенты, которые посещают мы на лекции. У меня волосы дымом стоят. Там такое написано, что они никогда в жизни не говорили. А у них написано это все. Вот эти конспекты. Поэтому я вам, может быть, не стал бы это все записывать, а это обычная история. Так ли? 1, 4. Клоу направо, водород налево. Посередке двойная связь. Значит, какой выход будет? Большой. Новый. Но-го. Посредственные знаки, только я не пишу. И второй вариант какой будет. Такой будет второй вариант. Это будет присоединение 1, 2. 1, 2 присоединение. Это будет 1, 2. Да, это будет CH2. Это будет чего? CH. Это будет CHM. Да? Хлор. И это будет CH3. Это будет мало. 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 Вот таким образом будет присоединение. Как видите, в этом случае присоединение, если нет, по какому правилу? Какое правило, если нет, по-другому правилу? Правило 1. Моркова-минкрова. Время возлече моркова-минкрова. Пойми, пожалуйста. Так что, как видите, здесь нет ничего необычного. Механим то же самое. Не его, повторяйте, здесь не любую. Но все меняется, все меняется. То есть, ну как меняется? Все немножко усложняется. В том случае, когда у нас несимметричная геодинка присоединяется несимметричным геном. А самый простой несимметричным геном это будет изопрэм. Иридуармитин. 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 Итак, это будет CH2. Это будет CH2. Иридуармитин. Иридуармитин. Изопрэмитин. Изопрэмитин. Коротко, если говорить. Будет изопрэмитин. Подоговорим. Один, два, три, четыре. При температуре плюсовой какой будет продукт должен получаться? Какой продукт должен получаться? Он должен получаться медленно, но он будет очень устойчивый. То есть, это будет получаться термодинамически конграбированный продукт. Поэтому здесь я буду говорить уже о поседине каком. Один, четыре. Один, четыре. Итак, плюс ловистый водород, да? Ловистый водород. Один, четыре присоединения рассматриваю. Один, четыре присоединения. Так вот, здесь неоднозначно то, что получается. Протон, как электрофильная частица. Можно таковать первым левоматом. Да? Идет один, четыре присоединения. Или второй вариант. Протон, как электрофильная часть. Может, это будет четвертый углеродный атом. И тогда пойдет тоже один, четыре. И получаются разные продукты. И получаются разные продукты. Как выяснить, какой здесь у нас идет процесс? Атака по первому углеродному атому или по четвертому? Ну вот, я давайте это вот так вот сделаю. Вот так же. И вот так. Какой первый вариант мы посмотрим с вами? Пускай это будет по первому углеродному атому. Вот это я вот суть пишу сюда. И это будет, это будет один, четыре, но С один. С один. Что получается в этом случае? В этом случае получается карп-катион. Промежуточные частицы. Ну, мы еще называли ее сигмом. И так, CH3 на зажайке. Дальше. Углеродный атом. Это будет CH3. Дальше это будет CH2. И что, где будет положительный советок? Вот здесь будет. Это понятно? Поскольку электронщики ушли отсюда. Вот, чтобы она с вами получилась. А теперь посмотрим. А какой-то как котен получился? Какого типа? У нас прошла неделя после последней лекции. Вы люди, утомленные физической химией. Они даже вдвойне, поскольку у них хвосты в виде физической химии. Я напоминаю поэтому, что в карп-катионах бывает трех типов. А алкильный, а лильный и винильный. Все поняли? В основу я наполняю. Это какой? Как лекции? Какой-какой? Винильный. Кто говорит винильный? Ну-ка в руки поднимите. И старца запишет этих людей. Вот. С Алексея начните. Положительный ряд в альфа-положении двойной связи. Это что будет? Это будет алильный карп-катион. Ну-ка запишите, пожалуйста. Это алильный карп-катион. И посмотрите внимательно на распределение электончиков в этом вот карп-катионе. Здесь нехватка электронов. Плюс. Это все чувствуют. Плюс это нехватка электронов. А рядом, слава Богу, толпа электронов. Они будут равнодушно смотреть на это такое состояние. Нет, они будут насыщать эту нехватку своими электрончиками. Это к чему я веду? О том, что состояние электронного распределения в этом карп-катионе остается двумя резонансными структурами. Вот первое. Видно? Вторая резонансная структура. Рисую CH3. CH3. Вот эта пара электрончиков сюда пришла. И здесь нет уже положительного заряда. Это будет CH. И откуда они ушли? Они от четвертого углеродного атома ушли. Вот CH2. И положительный заряд будет вот здесь. Я не рисую, показываю пальцем пары электронов. Видно это вот. Я уперся на них пальцами. Видно? Да. Вот они вот сюда перешли. И тогда здесь была двойная связь. Здесь будет нехватка электрончиков. И вот какая промежуточная частница получилась. Значит, карп-катион, образованная при атаке по первому углеродному атому. Получается вот таким вот набором, вот таким вот, вот таким осределением электронов. То есть эта пара электронов, она находится между вот этим, этим и этим углеродным атомом, довокализованным. Хорошо. Дальше мы продолжим с вами рисовать. А пока что, немного, погоди. А сейчас я показываю атаку по какому? По четвертому углеродному атому. И тоже 1-4 по четверке. Не 1-2, а 1-4. Итак, это будет С сколько? Это будет С4. Рисуем. Чего у нас с вами получается. Итак, CH2, двойная связь, С, метил наверх, дальше это будет CH, CH3, четвертый углеродный атом, и положительный заряд. И где будет? Вот здесь будет. Какой это карп-катион образовался? Вопросы у меня будут такие. Алины, видно это, положительный заряд в альфа положении двойной связи. Это то единственное распределение электронов. Нет, не единственная пара электронов. Это идет вот сюда, это дополнительный для двойки. Вот здесь я изображаю это распределение электронов. CH2 плюс дальше углерод CH3, двойная связь CH и CH3. И, пожалуйста, чего у нас с вами помните. Вот так, вот так, вот так, вот так и вот так. Ну, а теперь я заканчиваю, заканчиваю реакцию по первому и четвертому углеродному атому. Значит, если по CH1 прошел, то хор пошел в четвертый. Согласны? Итак, это вот получается CH3. Свет H3. И это будет двойная связь. CH. Ну и что? И CH2 вниз, это как там и хор. 1,4. 1,4 или нет? Так. Не отражают. Народ не понимает. Чего непонятно? Чего непонятно? Все непонятно? Это замечательно. Так. Второй вариант. Второй вариант. Программ пошел к почти четвертому углеродному атому. Тогда хор куда пойдет? Ну, к первому пойдешь. Если ты, я рисую циркиат. Ну, это будет CH2, хлор вниз, углеродный атом CH3, двойная связь CH, да? И чего здесь будет у нас с вами? Это будет CH3. Вот. Вы согласны с этим? Вы согласны, что внизу и внизу это разные продукты? Да, люди? Они же отличаются. Они заменны. Но они разные. Пристоят его просто. А при условии 1,4 присоединения, в случае обоих, термодинамически кондолируемых продуктов, какой будет получаться лучше всего, легче всего? Больше всего может получаться. Для этого, для этого, надо немножко нажать, шагнуть и посмотреть на устойчивость карпатионов. Они все аоргинные карпатионы. Это они все эти, да? А, ну, здесь видно. Но, смотрите, это вот третичный, а это какой? Первичный. Это вторичный, а это первичный. Какой из этих карпатионов будет более устойчив? Первичный. Понятное дело, вот это, поскольку здесь большая доля третичного карпатиона. И отсюда вот такой, в каком продукте будет много получается. Условия термонима еще такая, ну, вот этого. Пишут много, понятное дело, что здесь есть цифры определенные, но я, если цифры говорить не буду, потому что мы говорим о качественном, на качественном, качественной оценке. Так что, вот, пожалуйста, реакция гидроклорирования. Все то же самое, но есть небольшие осложнения. И, понятное дело, непонятное дело, еще глава, потому что здесь еще и выполняются правила Монковникова. Ну, хорошо, ну, хорошо. Значит, это вот реакция, еще одна реакция, как дизучий свой судье, как дизучий, как дизучий. Интересная реакция, вот, и я хотел бы сказать еще об одной реакции, которую я вам рассказывать не буду, но вам надо иду. Это реакция полимеризации. Итак, реакция, реакция галлинирования была в прошлый раз. Сегодня реакция гидрогаллинирования. Дальше, реакция полимеризации. Выпишите, пожалуйста, я ничего не буду. Реакция полимеризации. Ее исследовал, исследовал наш, замечательный, наш химик, Сергей Васильевич Дебекин. Дебекин, по методу которого получался в 30-е годы гидрогаллинир, соответственно, получался каучук и резина. Значит, об этой реакции, о механизмах реакции полимеризации, к ионам, а неонам, свободно-уникальным, это вам полимеризчики расскажут. Я это касаться не буду, хотя это тоже органическая химия. Так, запишите, это задача кафедры высокомолекулярных циклений. Я хочу закончить рассказ о химии гиенов одной из очень замечательной реакций. Эта реакция носит название реакция Димса, Димс, Альдер. Это уго-немецкие химики, отто Гильс и Курт Альдер. Так, вот они вдвоем работали. В 30-е годы в химии гиенового соединения и обнаружили очень интересную реакцию, которая получила название реакция Димса Альдера. Ну, она получила это название после того, как они хорошо поработали в этой области, за что в 30-е годы они получили даже Нобелевскую премию. Так что учтите, это очень интересная и важнейшая реакция. Ну, вот я вам пример сейчас покажу. Простейший пример. Правда, этот пример происходит при очень высокой температуре. Ну, для начала. Значит, она приходит к реакции Димса Альда. Протекает между гиеном. Это гиеном. Я написал сокращенный гиен. Это гиен. Гиен. И гиенофила. Это кто? Гиенофил. Что означает гиенофил? Любящий ген – это двойная связь волкиния, простейшая волкиния, которая называется Кирилл. Три кустах градуса при высокой температуре образуется аддукт, он так и называется. Значит, это вот будет, двойная связь будет вот здесь. Вот что получается? Аддукт. Аддукт. Реакция Гильса-Альдара. На самом деле это будет цикле ГИКСЭЛ. И вы смотрите, какая замечательная реакция. Единственный недостаток – пример это то, что он подтекает при высокой температуре. А на самом деле это переход от алифатических соединений. Каким соединениям? Циклическим соединениям. Вот что здесь самое интересное. Ну, самое главное, что вот этого недостатка – 200 градусов. Плохо это, плохо это. Ну, они вот поработали, Гильс и Альдар, здесь поработали, и выяснили, что если гены в силу вести акцепторные группы, акцепторные группы, то эта реакция протекает при обычной комнатной температуре. При обычной комнатной температуре. И вот вам следующий пример реакции Гильса-Альдара. Гиенофил, ой, извините, гиген. А здесь могут участвовать не только гигеню, как я написал, а другие гиены. Но какие гиены? Сопряженные системы и только двойные связи подчеркивают. Которые мы, например, рассматриваем. А в качестве гиенофила могут выступать, могут выступать, ну, ну, вот, например, С и О, и О, это будет вот так вот, и вот так. Это будет ангидрид. Это будет ангидрид. Марииновой кислоты. Духосновной кислоты. Марииновой кислоты. Я сейчас вам нарисую. Сокращенный вид, неправда. Ну, вот так вот, вот так вот, да? И вот так. Ну, тройную связь я сейчас открытил. Я писал саму кислоту. И сейчас я терпим ее. От нее водичку. Это будет ангидрид. Ангидрид означает переводить на русский язык. Зарешенные воды. Это еще химическое название. Но оно и сейчас используется. Так вот, ежели совместить диен и ангидрид, мы не нахер. То есть, если комнаты кислоты разогрелом, великолепно происходит реакция. Примерно, а нет, вот давайте вот так вот это размешу. Так, символ понятия? Символ понятия. Ну, это топирует температуру, наверное, да? Согласны? А я это логически рассуждаю. Так. Ну, пробка. Комнатная температура. Как по-английски это будет? Руб. Ну, вот видите. И вот, надо догадываться до этого. Вот так вот получается. Ну, образом, да. Война и свет будет вот здесь. Война и свет будет вот здесь. Дальше. Это будет углеродный атом один. Углеродный атом другой. Углеродный атом другой. Это будет карбонильная группа СУДА, карбонильная группа СУДА. Ну, и здесь чего будет у нас СУДА? Кислород. Кислород. Если вы посмотрите, то это будет у нас СУДА. Ангидрид. Ангидрид двухосновной карбоновой кислоты на основе циклогексена. Я не буду его называть. Это потом у нас с вами. Ну, вы сами поймите, что во-первых, температура комнатная, да? Во-вторых, когда я делю переход от алипатической соединения к этим циклическим соединениям и подобным соединениям, другим способом не получишь. Так, переслежу. Температура комнатная скидка. Так, всем понятно, да? Значит, за это разработка этой реакции не вся эта случая на английскую премию, поскольку открыла новые перспективы. Но после открытия этой реакции стали выяснять, какой механизм этой реакции. И очень долго, в течение сорока, даже больше лет, не могли выяснить механизм этой реакции. И настолько эта реакция не подавалась значению, что она получила даже специальное название. Реакция без механизма. Очень долго существовало такое название. И, наконец, в 90-е годы, 20-го столетия, Вудвард и Хоффман, известнейшие мировые печены, химики, органики, предложили механизм этой реакции, который объясняется правилом Вудварда-Хоффмана. Я не пишу это на доске этих фамилий и не буду собираясь объяснять это правило. Это разговор тех людей, которые будут специализироваться на органической химии. Вам же это будет только для средней, для общего развития. Если я вам еще не могу видеть о правилах города Хоффмана, это будет чревато. Это будет чревато. Вам достаточно знать вот эти две реакции. Есть чревато реакция, но это называется реакция Вица-Альта. И значение этой реакции. И значение этой реакции. Итак, мы с вами закончили рассматривать во-первых, геновые плеводороды. Один-три геновые плеводороды. Другие геновые плеводороды я рассматриваю специально. Я с вами не буду, мы с вами не будем встречаться по ходу разговора, и тогда мы, как кажется, будут вам об этом говорить. Самое главное – это геновые геновые плеводороды. Это первое, что мы с вами закончили. Второе, что мы с вами закончили. Мы с вами закончили рассматривать алифатические углеводороды. Итак, это были алканы, алкены, алкины и диены. Это основные алифатические углеводороды. И теперь мы с вами подправляем большую одну тему, которую мы с вами будем рассматривать очень долго. Эта тема будет название Производная алифатическая углеводорода Производная алифатическая углеводорода Производная алифатическая углеводорода С одной или несколькими Одинаковыми функциями Я буду в основном говорить с вам Производная алифатическая углеводорода Изредка с несколькими функциями Изредка с несколькими функциями Для этим самым Время алифатическая углеводорода Поскольку, если вы можете знать Свойства производных с одной функцией То уже можно сообразить Свойства производных С одной, двумя и большим количеством функций Какие первые производные Мы будем рассматривать Ну, в соответствии с той классификацией Начальной, которую мы с вами В начале, примерно, сентября Разбирали Какая самая простейшая функция Была у нас с вами Первоначально Галогены Четыре галогена ТОР, хлор, бром и дОР Поэтому мы с вами будем рассматривать Первоначально Галоген, содержащий соединение Галоген, содержащий соединение На основе чего Естественно, бифатический углеводород Который мы с вами рассматривали Итак Первый у нас был ЦНН2Н-2 Это алканы будет Дальше ЦННН2Н Алканы И были алканы И были алканы И гигиены ЦННН2Н Без двух Без двух И вот теперь По По той Форме Которую По том принципу Который мы с вами шли В классификации Второй классификации Я буду отнимать Простейшим говоря На один атом водорода И заменять его На галоген Итак Если мы от Алканов Простимим На один атом водорода И заменим его На галоген На галоген На галоген Мы с вами получим Алкилогологенизы Алкилогологенизы Га-ло-ге-ни-гин Алкилогологенизы Значит Обращаю ваше внимание На серийную логику Алкил Алкилогогенизы Ну все будет Затем До того Сколько атом водорода Мы заменяем Если бы Атмом водорода Заменили Не нужно догадаться Что это будет Моно Моногалоген Поизвозной Моно Алкилогологенизы Моно Алкилогологенизы Может так будет Но моно Отноится к галогену Значит Дальше Два атома водорода Два атома водорода Мы заменяем На сервисе На два алкилогогена Это будет Диалкилгологенизы Диалкилгологенизы Ну понятное дело Если мы Н Н В атоме Заменили на то же количество галогенов, это вполне возможно. Это получается более алкогеновидный, более алкогеновидный. Так что вот простейший галоген производный. Что мы будем рассматривать в этом вот разделе? Мы будем рассматривать понятное дело моно, в основном, и немножко не будем. Поэтому вот и это область мы будем рассматривать. Коли — это специфичный очень. Поэтому надо знать про это, но мы рассматривать их не будем. Это специфическая область органической химии. Дальше — аукены. Мы с вами заменяем тоже атом водорода на галоген. Их можно заменять на один водород, на один галоген, два водорода, на два галогена и так далее, и так далее, и так далее. Класс галогенопроизводных — алкинил, алкинил, галогенидов, гавлов генидов, я так за ним пишу. Генил, подчеркиваю, отличие от алкин. Очень многообразие. Очень многообразие. И всё, наша самая встреча может посвятить только этому варианту. Но мы с вами рассматриваем только наиболее важные алкинил-галогениды. Такой алкинил-галогенид, который содержит... ...который галоген находится при двойной связи. Я написал две функции — двойная связь и галоген. Галоген находится при... Ну, и тиреново-углерозно-матом, вот так кого-нибудь. Или тиреново-углерозно-матом, ненесущим двойную связь. Я иногда так буду выражаться. Ну, а теперь я... ...пятьдесят буражного дружу. Здесь сколько должно водорода? Молодцы. Молодцы. Это хорошо. Это вот мы закрываем. Это радикал, который называется... Молодцы. В 14, 15, 16, 17, на этот круг будет контрольная работа. А это будет хлористый винил. Он есть винил, да? И вот мы будем рассматривать с вами, как получать такие галоген-производные, где галоген стоит при двойной связи. И какие он имеет свойства. Понятное дело, с алию с соответствующими алкинилами. И второй тип галоген-производных. Где галоген стоит? Рядом с двойной связью. Двойная связь есть, да? Еще один углеродный атом. И хлор, пожалуйста. Это теперь будет два. Это будет один. Это будет два. Ну и где находится хлор? Он находится в альфа-положении двойной связи. Или в алильном положении. Это у нас радикал, соответственно, называется алильный радикал. Это будет хлористовил. Хлористовил. Как видите, здесь очень близко находятся функции. Двойная связь с галогеном находится рядом друг с другом. Очень близко. И они влияют друг на друга. Поэтому здесь способ получить и свойства будут отличаться от алкинил-галогенита. От винил-галогенита. И поэтому их тоже мы с вами рассматриваем. Еще один вариант. Алкинил-галогенита. Который может придумать. Галоген находится еще чуть-чуть подальше от двойной связи. Двойная связь. Есть, да? Один углеродный атом был. А мы давайте добавим еще один углеродный атом. Вот так. И поставим здесь клоп. Вот чего какая фантазия у меня разыгралась. Я пишу здесь два. Здесь один. Здесь два. Здесь два. Вот чего получилось. Есть ли смысл рассматривать нам получение и свойства вот таких алкинил-галогенитов. Нет. У которых гор находится в более удаленном положении от двойной связи, чем водил и винил-галогенитов. Совершенно верно. Нет. Не имеет смысла. Поскольку опять-таки все будет очень близко. К чему? К алкин-галогенитов. И, соответственно, к свойствам и способам получения алкинов. Поэтому это мы рассматривать с вами не будем. Но знаете вы, это должны. Как в такую молекулу появляется двойная связь? И к алкину. И к алкину. И к алкину. Это вот здесь. Винил-галогенитов. И олил-галогенитов. Вот здесь я ставлю. Здесь ставлю восклицательный знак. Чтобы вы помнили. И вот здесь. Последний понедельник. С сентября. Ну ладно. Ну, понятное дело. Вот я ввожу еще раз. По-народу. По-народу. То, что мы с вами будем рассматривать. Как видите, осужая, максимально осужая объекты рассмотрения. Ну, понятное дело, что здесь. Есть, да. Здесь уже менее интересные вещи. Ну, что здесь можно предложить? Это будет С. И вот так вот. Хлор, да? С. Х. Вот такой можем показать. Хлорис... Чего? Как его? Хлоркинил. Или хлоростелин. Ну, малоинтересен для нас. Значит, можно немножко по-другому это все поставить. С и СН2 и хлор. Вот такое, если мы можем придумать. Но не это и не это мы с вами рассматриваем. Здесь очень много специфиций. И он не входит, не входит, не входит в программу общего курса. Но знать, что вот такие белогенопроизводные на основе ацетилена. Или на основе чего? Иена. Какого-нибудь, например... Да. Это надо знать CH и С. Вот. И двойная связь CH2. Это вот интересная вещь. Это хлоропед. Но опять я о нем тоже... Я о нем с этим немножко говорил вам. Как получать. Но больше я ничего не буду говорить. Почему? Потому что это вызывает больший интерес у кого? У тех, кто специализируется по высокомолекулярным соединениям. Вот они вам это все подробно рассказывают. Я же здесь ставлю точку. Делаю продолжение нашей темы. То есть, чего нам дальше надо разбирать? Понятное дело, нам надо разбирать нам с вами алкилдруиды. А после названия алкилдруиды, более мелкими буквами написать моноалкилдруиды. И соответственно, что я перехожу к этой теме моноалкилдруиды. Как я обещал, вот по той классификации, которая вам останавливает. Первое. Способы получения. Да. Возить галоген в предельный углеводород. Придельный углеводород. Ну, вопрос это чисто риторический. Поскольку мы с вами подробно разбирали реакцию галогенирования предельных углеводородов. Предельный углеводород. Значит, непосредственно хлорировать и бромировать можно, как мы сами выяснили. Получается хлор и бром производные. И я не буду повторять все то, о чем я уже говорил вам. Пожалуйста, руководствуйтесь, руководствуйтесь в этом случае тем, о чем мы с вами говорили. Подробно говорили. Особенно руководствуйтесь эмоциональной способностью различных атомов водорода. Кирпичного, вторичного и кирпичного. Я уже коснусь другого вопроса. А как фторировать и как реагировать? Там мы с вами выяснили, что это фтор слишком бурно реагирует, а юр слишком медленно реагирует. И практически непосредственно шторированием и реагированием проводить реакцию нельзя. Но это видно, поэтому существует любой метод видения этих коллагенов в органическую молекулу. Ну например, шторирование. Алкан СНННП2, непосредственно в котором нет вторики. Есть трехтуристый комплекс УБТОР-3, то есть в результате этого 200 градусов температура, без ОКН, удаляется в туристый водород, вот, и соответственно заменяется одинакового водорода на ФТОР, получается СНННП2, сколько, плюс 1, соответственно ФТОР, как видите это в общем видео пишу, да, ФТОР и плюс КОБАЛЬТ-2, КОБАЛЬТ, КОБАЛЬТ-2, поэтому вот здесь надо двуечку поставить, и вот здесь надо тоже двуечку, да? Вот, пожалуйста, таким образом действует, действует для получения стоп-производной, значит активность атомного водорода та же самая, та же самая, та же самая. Это фторирование, вот, есть еще другие способы фторирования, но пока это вот такое вводим. В дальнейшем мы с вами научимся еще в более мягких условиях вводить в ТОР органические молекулы. Но пока в этом второе процесс долги нервы, иодирование, значит в этом случае берут хлор-производцы, которые достаточно легко получатся, 2Н плюс 1 хлор, это хлор-производная, и действует юристическая матрия, натрий, иод. Ну, идет обменная реакция, минус хлор-производная, да? Хлор-производная, да? Хлор-производная, получается NH2N плюс 1, иод. Вот таким образом получает лед-производный. Лед-производный. Если к нему добавить, если к нему добавить вторик серебра, аргенту в ТОР, да? ТО, ТО мы можем с вами получить и ТОР производное с удалением аргенту уйдет. Аргенту уйдет. Так что вот еще один способ получить ипроизводный. лед-производный. Ну, это тоже пока на... Важно, этого достаточно. Немного поглядя, мы с вами будем снять более лучший способ получения хлор-производного. А пока что идет разговор о свой получение и свойствах чего? Хлор-производный. 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 Какие способы получения йод и хлор-производного? Так. И что, вы уже устали? Да. Нет. Нет. Почему не устали? Чем это? Итак, поехали дальше. Поехали дальше. А какие другие способы введения хлора и брома, ну, кроме исходя и как из алкана. Есть и другие, чем общие меры получения. Вот нам хлор и бром-галкиров. Есть. Есть. Один из этих мест вы будете проводить в лаборатории. В лаборатории. Получение. 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 Бром-производного из этилового спирта. Этиловый спирт. Я пишу то, что вы будете скоро очень делать. Плюс смесь. Плюс смесь серной кислоты и бромидонатрия. Натрий бром. Ну, понятное дело, что в этом случае то, что в скобочках выделяется бромистый водород. Ну, и, соответственно, идет реакция замещения гидроксила на бром с выделением бромички. Минус H2O. В результате это будет замещаться бромистый гидроксил. Х2O. И, соответственно, бром. Там способ получения гидроксил. Ну, для этого надо спирты выращивать. Но это уже другой разговор. Другой разговор. Так. Следующий способ получения бромный хлор производный. Это реакция элитерфильного присоединения к алкенам. К алкенам. Итак, это будет CH2 и CH2O. Хем плюс бромистый водород или хлористый водород. Хлористый водород. Реакция элитерфильного присоединения CH3, CH2 и, соответственно, хлор. Вот он. Реакция, которую мы с вами достаточно подробно рассматривали. По ней можно получать монолфин. Монолфин. Значит, новое в этой теме. В этой теме. Монолфин. Новое. Это реакция. Это реакция. Это реакция. Нуклеофильного замещения. Нуклеофильное. Монолфин. 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 Замещение. Монолфин. Значит, после этой реакции нуклеофильного размещения мы можем получать моноалкинголагинииды. Отмечаю, запомните, пожалуйста. И самое главное, что моноалкинголагинииды, их основные свойства, это реакция тоже нуклеофильного размещения. Поэтому двойнее эта реакция важна, и поэтому мы с вами должны ее подробно рассмотреть. В каком разделе? В разделе «Химические свойства», который вы должны этот раздел зарисовать. Зарисуйте, пожалуйста, раздел «Химические свойства». И в этом разделе первая реакция – это нуклеофильное замещение. Еще раз повторяю, нуклеофильное замещение было способом получения? И второе – нуклеофильное замещение. Химические свойства – моноалкинголагинииды. Моноалкинголагинииды. Некотор терминология. Некотор терминология. Для того, чтобы проверить реакцию замещения, надо как минимум иметь нуклеофиль. Значит, нуклеофиль можно обозначить буквами Н и У. Это общепредитие. Но я буду иногда использовать другой термин. У и нуклеофил обязательно нужно быть с парой электрончиков или отрицательным зарядом. И, 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 и отрицательный заряд. Соответственно, Н и У должен быть тоже с парой электрончиков или с отрицательным зарядом. Или с отрицательным зарядом. Это символ обозначительного клеофилка и называется реагент. Ре-а-ген. Это для того, чтобы мы густо могли с вами общаться. Может, даже по телефону. Плюс молекулы, где должно происходить это замещение. Должно происходить это замещение. Пускай это будет R, X, где X вообще-то галоген в нашем случае, но на самом деле может быть какая-то другая группа. Какая группа? Другая. X. Каким она должна обладать свойствами? Она должна тянуть на себя электрончики вот этой связи. То есть она должна обладать чем? Отрицательным индухивным эффектом. Вот это вот объект, который подвергается замещению. То есть название. Субстрат. Субстрат. Субстрат состоит. Из X уходящей группы. Это будет уходящая группа. В нашем случае еще раз повторяю. Это будет галоген. Но потом я буду показать, что это могут быть разнообразные группы. А вот это будет у нас с вами алкильный радикал в субстрате. Алкильный радикал. И так происходит реакция между субстратом и реагентом. В результате происходит реакция нуклеофильного замещения. Я вам покажу. В результате происходит продукт реакции. Это R, Y. N и U я не употребляю. Да, и побочный продукт. Плюс чего я беру с вами? X, пара электронов и отрицательный заряд. X превращается уходящая группа. Ушла в виде чего? В виде аниона. В виде аниона. Так что вот, пожалуйста, нуклеофил. Нуклеофил отрицательная заряженная частица. Видно, да? Но нуклеофил может быть и отрицательная частица. Тогда вот при Y нуклеофиле 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 зарядок не пишет. Плюс субстрат. Другая немножко запись, да? Так же алкильный заместитель и уходящая группа. В результате этого образуется продукт реакции. Y и плюс уходящая группа ушла в виде нейтральной молекулы. И это будет чего? X с парой электронов. Ну, пара электронов может быть не одна, а несколько. Я же написал это все в общем виде. В общем. Ну, вот, пожалуйста, это обозначение. Обозначение и терминология. Итак, X уходящая группа. X уходящая группа. X это будет. То, нет, я не упомяяю, что это специфический очень газоген. Это будет хлор. Это будет брон. И это будет йод. Это как раз то, что мы с вами будем изучать. Значит, кроме того, припусти еще группа. Ну, например, сульфогруппа. С, О, С, О, 3, А. Сульфогруппа. Дальше. Акционевая группа. О, H, 2. И на тарданной кислороде должен быть положительный заряд. Дальше. Производная. Акционевая группа. О, H, R. Понятное дело, что на кислороде должен быть тоже положительный заряд. Но при этом не забывай, что на кислороде одна пара серитончиков остается. Ну, и что еще? NH3. Это кто будет с плюсиком, да? Это будет что? Аммонийная группа. И так далее, и так далее, и так далее. Я вам написал только некоторые выходящие группы. И это будет потом, для нас самое главное, подразделение, уходящие группы. Уходящие группы. Там нам будем говорить о сульфар-пислотах, о скетах, о слоу-проскеттирах, о нюнах и так далее. Это будет немножко потом. Значит, вся эта реакция, значит, длинное название. Запишите, пожалуйста. Это будет все реакция нуклеофильного замещения при насыщенном углеродном атоме. Записывай, записывай, записывай. Нуклеофильное замещение при насыщенном углеродном атоме. Это полное название этой реакции. Здесь понятно. Но название очень длинное, согласны с этим? И мы с вами пишем это название. Первый и последний раз. Для того, чтобы общаться, придумали сокращение. Сокращение. Значит, С, С, замещение, нижний индексик, это самая вот, буковка Н, маленькая, уменьшенная, но заглавная. Это будет нуклеофильное замещение. СН, коротко говоря, и всем становится ясно, посвященным химикам, конечно. Те, которые успешно сдали экзамен, делали траги по химической химии, что это реакция нуклеофильного замещения при насыщенном углеродном атоме. Я вам неоднократно говорил о том, что разнообразие структур органических химии колоссально. Поэтому все не так просто, как я здесь написал. Поэтому механизмов реакции нуклеофиля замещения много. Почему много? Это уже разнообразная структура. Естественно, мы с вами все эти механизмы в общем пульсе разбирать не будем. Мы с вами разберем только два основных механизма. Что там будет еще один, но мы не будем походом пройти. И эти два механизма нуклеофильного замещения обозначаются символами. СН1 и второй механизм, который мы с вами будем рассматривать. СН2, СН2. Вот эти два механизма мы с вами будем рассматривать. Ну что такое СН1 и СН2 грамотных химии тоже знают. Но это можно расшифровать. Это будет мономолекулярное нуклеофильное замещение при насыщенном углеродном атоме. Вот как расшифровывается по улице названия. Мономолекулярное нуклеофильное замещение при насыщенном углеродном атоме. А это мономолекулярное нуклеофильное замещение при насыщенном углеродном атоме. Больше я никогда так говорить не буду. Я буду называть СН1 и СН2. Ну, надеюсь, вы понимаете теперь, какой следующий заголовок мы должны написать с вами. Да? Какой заголовок мы с вами должны написать. Вот это? Нет, вот давайте вот это напишем. Итак, механизм СН2 бимолекулярное нуклеофильное замещение. Это означает, что в стадии ремитирующей реакции участвует сколько молекул? Понятное дело, тот, кто не задает физическую химию. Где молекулы участвуют? И вот я вам показываю методику этой реакции. Итак, двух прочих наблюдений. Сначала изображаю субстант. Углерод, частица, уходящая группа Х, она должна быть обладать какими эффектами? От инцептной муки. Он согласен? Да. Углеродный атом. При углеродном атоме есть какие-то заместители. Какие? Бог с ними. Пока что нам это не надо. Я изобразил только три черточки. И вот теперь, теперь, на этом углеродном атоме в связи с отрицательным эффектом создаются дэнниعد плюс. Дефицит электронов. Понятно? И этот дефицит электронов атакуется нуклеофильной частицей и грейм пара электронов и отрицательный заряд. Отрицательный заряд. Вот это показываю я стрелочкой. Вот это я показываю стрелочкой. Показываю стрелочкой. В результате этого образуется промежуточная частица. Не сразу все это происходит, а сначала образуется промежуточная частица. Чем она будет характеризоваться, эта промежуточная частица? Она будет характеризоваться тем, что новая связь нуклеофил-углерод еще не образовалась, но уже наметилась тенденция к образованию этой связи. А старая связь углерод-уходящая группа еще не разорвалась, но какое-то уже охлаждение между этими атомами образовалось. Это все называется активированный комплекс, к которому идут стрелочки, показывающие обратимость, дальше Y, пунктир, обозначающий, что что-то замечается, углеродный атом с заместителями, которые нас мало интересуют, и опять же разрыхленная старая связь, связывающая углерод с уходящей группой. Значит, соответственно, у Y будет какой-то дырче-минус, и здесь будет какой-то дырче-минус. Вот получается, что активированный комплекс. Другими словами, атака нуклеофила по углеродному атому идет с тыла. Вот это фронт, это фронт-реагент, то есть там, где уходящая группа. А напротив фронта какая сторона? Тыльная сторона. Так вот, у нас летела, так пусть тыльная сторона, углеродная атома, это существенно. Это существенно. Вот образовался активированный комплекс, который, естественно, в багажах появлятся. И вот это все сборочки энергетические скатываются вниз с уменьшением энергии. Значит, это связано с тем, что старая связь окончательно разрывается, и минус X пара электроники отрицательной за это уходит в виде алиона. И у нас образуется кто? Образуется продукт замещения. Раз, два, три. И вот он, продукт замещения. Как видите, Y с другой стороны пришел к углеродной марке. То есть с этой стороны противоположной. Товы, откуда ушла уходящая группа. Уходящая группа. Ну, вот, пожалуйста, механизм реакции. Этот механизм будет SN2. Громко обозначить SN2. Стадия, которая является нитирующей. И как оттели показать? Это вот на доске еще красиво смотрится, да? Вот я описал одно, реагент, написал субстрат, прируточная чистница. А на самом-то деле, как это происходит? Как это можно доказать, что это именно SN2? А можно и красота ноги? Так вот, на этот счет есть два... Две причины, по которым мы можем отнести реакцию к той или другому механизму. Ну, в частности, с SN2. Как доказывается, ежели мы с вами будем добавлять, увеличивать концентрацию нуклеотила по этой реакции. То скорость реакции будет? Я не могу, Вадим, только что я не сказал это. В системе только что, с тобой не сдали? В таком виде здесь место. А вот два часа, как это, при увеличении концентрации нуклеотила, скорость реакции будет? Увеличивается. Увеличивается, это всем понятно. Будет увеличиваться. Световая химина, световая химина, нуклеофил, участвует в стадии лимитирующей скорости реакции. Так это или нет? Так. Ну, опять вот, не учет, пивая, не знаю, как это физическое химинство. Надо будет, Андрей, мне это сказать. Не надо. Ну, что значит, не надо. Я вам объясню на основе того, чего вы должны знать. Ведь это же, по греческой химин не существует, два-три, это всего вообще. Мы базируемся на основной законной физической химии. Значит, вот, и одна, то есть это одна стадия. Значит, ежели при увеличении концентрации нуклеофила скорость реакции увеличивается. Какой это будет механизм? Попишите, это будет SN2 механизм. Потом вы поймете, что в случае SN1 этого не происходит. А только в случае SN2. Так, ну что, записались, да? Дальше, второй фактор, который показывает, что здесь идет механизм SN2. Так, берем, берем, значит, теперь субстант, я обозначаю не таким образом, а в виде тетраэдера. Вы согласны, что его можно обозначить в виде тетраэдера? Итак, тетраэдер, я его на бок положу, вот так вот и вот так, основание, вот так, да, и вот так, вот икс. Вот в чем получилось. То есть я взял чего? Я взял какой-то оптический изомер с определенной конфигурацией. Я не пишу здесь проекционную форму Фишера, это рано, и это будет потом. Я вам сам элементарно позицию показываю. Пускай это будет какой-то право вращающий изомер. Вот я его написал. Он с определенной конфигурацией. Игорь куда смотрит? Направо. Я взял такой-то оптический изомер, пространственный изомер. И вот теперь я на него действую, на этот оптически активный субстрат я действую, нуклеофилом, Y, пара электронов и отрицательный заряд. Вот он атакует, вот этот вот углеродный атом. И в таком случае получается активированный комплекс, который я пишу теперь не на плоскости, не на плоскости, а в пространстве рисую, а в пространстве рисую. Это будет вот так вот и вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот такая бипирамида. Вот с этой стороны, пускай будет Y, он отсюда пришел, с лево, а уходящая группа направо находится, направо находится. Вот я теперь это все ставлю в квадратные скобочки. Это активированный комплекс, в котором вот эта связь, нуклеофилом, еще не образовалась, а новая связь, уходящая группа, еще не разорвалась. В результате образования одного и разорвала другое, уходит уходящая группа в виде анигона, так же, как и на русском. А что здесь у нас с вами будет? А здесь у нас будет опять же тетрадр. Да, вот так вот, да, будет так, правда, у меня же другого размера получится, но это не страшно. А вот здесь будет какая буковка? Y. И теперь вы смотрите, мы взяли одну конфигурацию, а получили противоположную конфигурацию. Какую конфигурацию? Если там плюс, то это будет минус. Минус. Таким образом, еще одним критерием, определяющим механизм реакции, является изменение конфигурации на обратную. На обратную. Это изменение конфигурации на обратную, то есть название обращение конфигурации. Обращение конфигурации. Таким образом, при механизме SN2 происходит обращение конфигурации. То есть в этом решение конфигурации. Двух третий всегда приходит с противоположной стороны, той, откуда уходит уходящая группа. Значит, стрелочка между исходными соединениями и продуктовой реакции, химия обозначается, как вам известно, стрелочкой. Это вам известно? Многие, как видите, все кивают в голову. Какие-то вы неэмоциональные были. Даже более неэмоциональные, о которых он говорил, чем-то не ущем курсе. Надо как-то подтверждать это все дело. Так вот, когда идет обращение конфигурации, то на стрелочке это ставится вот такой круглешок. Это чтобы вы знали. Вы это знали. Круглешок это обращение? Круглешок это обращение? Да. На стрелочке круглешок. И не просто круглешок, а вот его как раз надо вот рисовать вот таким образом. Видно? Я просто сократил это. Написал сначала стрелочку, потом круглешок. А вот надо сразу писать и стрелочку, и круглешок. По тренируй. Хотя это нам встречаться будет не так часто. Итак, признаком СМ2 является увеличение скорости реакции при увеличении концентрации нуклеотила 1 и обращение конфигурации 2. признаком СМ2 является увеличение скорости реакции при увеличении концентрации нуклеотила и второе обращение конфигурации. Но не надо думать, что все это на 100% выполняется в органической тиме, структурой очень сложной подчас бывает, разнообразной. И это не всегда выполняется. То, что я вам сказал, надо знать в рамках общего курса органической тиме. Уяснили себе? Поэтому не надо возводить себе по миру. Что вот только так и все. Бывает по-разному. Но в основном это так. И, пожалуйста, это все запомните. Какие факторы влияют на механизм реакции СМ2? Записываю. Факторы, влияющие на механизм СМ2. Их несколько. Я коротко их обозначу, покажу, А потом это вы все будете на колокольцев и семинарах разбирать. Более подробно. Я назову только на лодку. Первое. Нуклеофильная сила реагента. Значит, она увеличивает скорость реакции. В механизме СМ2. Нуклеофильная сила реагента. Пока никаких определений не дают. Нуклеофильная сила реагента. Второе. Концентрация реагента. Ну, нуклеофила. Нуклеофила, конечно. Концентрация нуклеофила. И те, кто просто уже выяснил. Ну, те, не длинные факторы я показываю. Третье. Характер алкильного заместителя. В субстрателе. Характер алкильного заместителя в субстрателе. Четвертое. Природа уходящей группы. Природа уходящей группы. И последнее. Природа растворителя. Природа растворителя. Вот факторы. Которые могут увеличить сквозь СН-2 и увеличать сквозь СН-2. Наши факторы могут управлять реакцию нуклеофильного заместителя. То есть не ждать милости от природы, как играл Иван Сергеевич. Кто такой, Иван Сергеевич? Ну, не знаете. Не чури? Слышали про закон? Ну, хорошо. Так вот, он сказал, что мы не должны ждать милости от природы. Всяких наша задача. Так вот, это полностью выполняется в механизмах органических реакций. Мы, зная механизм, можем управлять этими реакциями. Это очень важно. Мы можем получить то, что нам надо, а не то, что нам дает природа. Итак, первое. Мукофильная сила. Что это такое? Мукофильная сила. Мукофильная сила. Это способность. Это способность. Реагента. Способность реагента. В скобочках аниона или гидральный молекон. Реагента или гидральный молекон. Образовывая. 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 За счет пары электронов. За счет пары электронов. За счет пары электронов. Связь. Связь. С углеродным атомом. Или С-атомом. Покороче. С углеродным атомом. Субстрата. Имеющего дефицит электронов. Имеющего дефицит электронов. Имеющего дефицит электронов. То есть чем больше нуклеофильная сила способность создавать. Тем реакция идет как. Идет лучше. Идет лучше. Прежде чем рассуждать о нуклеофиле и силе нуклеофила. Надо вспомнить понятие чего. Электроотрицательность. То есть способность передавать электроны. И изменение электроотрицательности по периоду. По периоду. Итак. Мы смотрим с вами. Две нуклеофила. Аммиак. Вода. Аммиак. Вода. Ифтористый водород. Где нуклеофил будет сильнее. Аммиак. Вода. Ифтористый водород. Молодцы. Больше нуклеофил. Более сильнее нуклеофил. Аммиак. Вода. Водород. Аммиак. Аммиак. Водород. Что это сказал? Запишитесь бумажки там же. У кого способность отдавать электрончики будет больше? У аммиака. Воды или у фтористого водорода. Хотя у аммиака одна пара электронов. Так? У воды. Да? Две пары. А у фтора. Три пары. Кто будет лучше отдавать? Аммиак. Аммиак, конечно. Поэтому мы пишем. NH3 пара электронов. Более сильной нуклеофил. Чем О. H2. Понятно, да? Почему я все наоборот пишу. И. А что есть на водород. Вообще никакой нуклеофил. В сторону H. Хотя у него раз, два, три. Понятно? Хоть он и пишется в ряду нуклеофил. Но он никакой нуклеофил. Почему? Он не способен в связи с высокой электроотрицательностью отдавать электрончики дефицитом углеродному матовом субстрате. Вот, пожалуйста, какой будет ряд по изменению нуклеофильной силы. нуклеофильной силы. Дальше. Это нейтральный молекон. Мулеофил может быть отрицательный молекон. Так? Отрицательная частица. Из аммиака можно сделать отрицательную частицу? Или нет? Можно отнять атом водорода. Вот какой водород? И чего? То есть отнять атом водорода. Атом водорода. Протон или гидританион? Протон. Протончик, конечно, это будет NH. Так. NH. Сколько? Два? Две пары. Кто? Согласны? И отрицательный заряд будет. От воды, если мы отымем протончик, чего будет? Гидританион. Это будет OH. Раз, два, три. Минус. Кто будет более сильный нуклеофил? Опять же. Амид, анион, говорят, а не NH2. Записали. Амид, анион, более сильный нуклеофил. А здесь будет втор анион. Так ведь? Раз, два, три, четыре. Это будет втор анион. Он никакой нуклеофиль. Формально его можно писать, конечно. Но он не будет обладать нуклеофильной силой. То есть способный, как давать. Ну, дальше поехали. А если мы будем сравнивать теперь? Амид, анион и аммиак. Кто будет более сильный нуклеофил? Более сильный нуклеофил будет амид, анион. Минус более сильный, чем аммиак. НННН-3. Вот, пожалуйста. Две пары литончиков. Вот, пожалуйста, вам все это. Это надо будет обязательно оценивать. Поскольку у вас будут проблемы стоять. У вас есть субстрат. На него действуют различные молекулы. И надо выбрать наиболее сильный нуклеофил. с которой не пойдет реакция и по определенному углеродному агуму, чьего? Субстрата. Поэтому этим надо владеть очень хорошо. Итак, это нуклеофильная сила. Чего она еще зависит? Значит, она зависит еще, ну, по периоду понятно, теперь по группе. Фтор, хлор, бром, йод. У кого нуклеофильная сила будет больше фтор-аниона, хлор-аниона, бром-аниона или йод-аниона? Йод-аниона, пожалуйста, на память пишем. Йод, пара электронщиков я не пишу, это вы можете сами нарисовать. Дальше это кто будет? Бром-анион. Потом хлор-аниона, и, как видите, фтор-аниона, опять же, никакой нуклеофильный. Хотя мы его формально не рисуем. Ну вот, опять же, вот, влияние положения в периоде, положения в углу. Далее, влияние донорных и акцепторных групп при центральном атоме, которые и появляют нуклеофильную сила. Ну, например, ну, например, возьмем гидрокси-танион. Гидрокси-танион. О, с минусом. Гидрокси-танион является нуклеофилом. Он еще, добавок, не забывайте, обладает еще основными свойствами. Вот я говорю здесь о нуклеофилах. Не надо забывать, что они еще основными свойствами обладают. Но это в другой раз. Пока что мы рассматриваем их как нуклеофилы. Это нуклеофил. А если мы возьмем гидрокси-танион, CH3O, раз, два, три, минус. Это будет более сильный нуклеофил или более слабый нуклеофил, чем гидрокси-танион? А вот если я вот сюда стрелочку поставлю, тогда что? Метильная группа обладает положительным эффектом, сдвигает на кислород свои электрончики. И тогда кислород более способен давать эти электрончики кому? Электронно-дефицитному нуклеофил или роду субстрата. И тогда это будет более сильный нуклеофил. Более сильный нуклеофил. То же самое. Метиламин, CH3, NH2, пара электрона. И аммиак, H, NH2. Кто будет более сильный нуклеофил? Понятное дело, метиламин более будет сильный нуклеофил, чем аммиак. И мы должны ставить вот уголочек сюда. Уголочек сюда. Ну вот это влияние донорной группы. Видно? Обладающим положительным нуклеофилом. А если у нас будет находиться акцентрная группа околокислорода, ну, опять же, начально это будет гидроксид анион. Да? И вот теперь вместо него я ставлю акцентрную группу. CH3, 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 CH3. Это будет ацетат анион. Видно? Что это ацетат анион? Кислород тянет на себя электроны. Это заметно? Тогда электрончики будут оттягиваться к кислородам. И тогда это будет более сильный или более слабый нуклеофил? Более слабый нуклеофил, чем гидроксид анион. Чем гидроксид анион. Здесь я поставлю H... Ну, да, да, да. Да, 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 всё верно. Всё верно. Я хотел немножко дальше продолжить. Значит, если мы с вами возьмём H и OH. H, вода, тоже муклеофил, но в то же время и оставание, она еще говорила, что кислотой может, но это 0,10. Значит, если мы поставим здесь вместо одного атома водорода ацетильный амникал, это будет O и, соответственно, H. Это будет уксусная кислота. Уксусная кислота более сильная или более слабая муклеофил по своей свободе. Опять же, сюда, и он будет более слабый. Просто фантазировать надо немножко. А теперь я беру и правый атом водорода еще заменяю вот это. На что? На цепи ацетильный губ. Это будет CH3, CO, O. Посмотрите. И здесь будет C, и O, и CH3. Это будет уксусная гидрид. Формально это является нуклеофилом. Вы согласны? Свободные пары электронов есть. Значит, это формально нуклеофил. Но посреди свобода это будет более сильный или более слабый нуклеофил? Слабый нуклеофил. Вот так вот мы пишем, и это будет более слабый нуклеофил. Это куда мы должны поставить стрелочку. Уголочек куда должны поставить? На. Вот сюда, да? Ну, вот видите. Это влияние. То влияние, то данную группу, а это влияние акцепторной группы. В организме органической химии, как я уже вам говорил, и ели на проскотине реакции два фактора. Первый фактор – это электронные факторы. Об этом я уже говорил. Второй фактор – это надо записывать. Записывать. Это пространственный фактор. Это пространственный фактор. Ряд, ряд. Вот давайте мы поставим CH3, NH2. Нуклеофил? Всеименный нуклеофил, да? Метильная группа. Накачивает электрончики. Азот способен, обладает большой рутлийственной силой. Дальше CH3, CH3, NH2, параэлектроничка. Более сильный. Согласны? Да. С точки зрения электронных факторов. Две нуклеофилы накачивают электрончики. И здесь азот еще больше инклеофилы. Естественно, если мы с вами поставим CH3, N, параэлектрон, и CH3, и CH3, и тогда с электронной точки зрения это будет еще более сильный нуклеофил. Логично. Но на самом деле это более слабый, чем предыдущий нуклеофил. Почему? Пространственные факторы, вы посмотрите, в эти клеозоте примитивной группы, и атаковать субстрат-то ведь уже сложнее ему. И пространственные факторы, они перекрывают электронные факторы. И нуклеофильная сила здесь изменяется не так сильно, как нам хотелось бы с точки зрения электронных факторов. Так что, вот, пожалуйста, вот эти вот особенности, вот эти особенности, вам надо обязательно научить. Дальше, еще одна особенность. При рассмотрении нуклеофильной силы реагента. Амбигентные нуклеофилы. Амбигентные нуклеофилы. Это мы вам должны знакомы. Амбигентные нуклеофилы. Что это такое, я покричу, что я покричу. И так, амбигентные нуклеофилы. Что же надо, поэтому буду говорить, поскольку это еще нет. Но, в ближайшее время, это не так важно, но это важно будет в будущем. Дело в том, что у всех тех, амбигентные нуклеофилы, которые я вам перечислил, только один реакционный центр. Азор-кисловод. Это один только реакционный центр. Поэтому они носят название монодентные. Но они могут быть бидентные, тридентные, а вообще бидентные. Простейший вариант бидентного. То есть двумя реакционными центрами нуклеофилы является нитритонион. Нитритонион. О, Н, двойная связь. О, здесь будет две пары, здесь будет три пары. Да, и отрицательный заряд. А на зоне будет одна пара электрончиков. Если мы на него будем действовать, на этот нуклеофил, это понятно, нуклеофил. Вот реакционный центр. Азор будет, да, пять. Здесь пара электронов есть. И из чего еще есть? Вот учаиный реакционный центр кислорода. Другими словами, если мы будем действовать им на субстрат РХ, я таким образом скажу. То возможно, два варианта. Первый вариант. Один реакционный центр атакует субстрат, вторая в субстрате электронный дефицит на углеродный атом, уходящий группа уходит, минус Х, минус Х, чего с минусом, и образуется Р, Н, О, О, плюс, минус. Это будет нитросоединение, нитросоединение. Нитросоединение, оно имеет нитрогруппу в своем составе. И вот у нас действовал азотный реакционный центр. Но может действовать, но может действовать. И кислородный центр, реакционный центр, пожалуйста, пунктирочками ставлю, пунктирочками ставлю. И в стадии этого опять же уходит минус заряженная частица Х с минусом, уходящая группа. Но связь радикала будет не с азотом, а с кислородом. Это будет Р, это будет О, это будет Н, и это будет, пожалуйста, кислород. Вот какой сибири будет получаться. Это будет получаться аутил нитрит. Аутил нитрит, соль нитрит азотистой кислоты. И чего? И спирта, и спирта. Это будет аутил нитрит. Какие-то изомерные соединения получаются, но разные, разные структуры совершенно. И все зависит от чего. Потому что это амбидентный нуклеофил. Но реакционный центр может быть два, может быть и три, а может еще и больше. Поэтому тоже надо звонить, по какому центру, по каким условиям будет происходить реакция. Ну ладно, это, так сказать, первое упоминание. Потом это все будет у нас с вами разрабатываться дальше. Следующее. Влияние, влияние, изменение концентрации нуклеофила. Об этом мы с вами говорили. Умельчение концентрации нуклеофила, привыкнущее скорость реакции. Почему? Единственная стадия реакции, она является нитирующей. А является нитирующей. Все остальное, смотри физическую химию. Примени. О, есть и такая наука, как физическая и органическая химия. То есть применительно, применительно к органической средине и физической химии. Но я здесь даваться не буду. Дальше. Третье. Влияние алкильного заместителя. Влияние алкильного заместителя. Влияние алкильного заместителя. Ну и здесь очень просто, все очень просто. Ну-ка я села такой субстант с тыльной стороны, мы с вами говорили об этом, да. Значит, другими словами, чем более развертенно активный заместитель, тем реакция идет в боже. Записали. Обязательно повторю, куда же я денусь? Я вот далеко-то ведь не денусь. Чем более развертелен алтильный заместитель в субстрате, чем более развертлен алтильный приметитель или алтильный металл, тем скорость реакции меньше. Скорость реакции меньше. Так, еще раз повтори. Ну вот я написал вам различные алтильные заместители в субстрате. Метильный, этильный, изопропильный, и длебметильный. Скорость реакции. Относительная скорость реакции 30. Это единичка. Это 0,03. Это примерно 0. Полуколичественный подход. Полуколичественный подход. Так что, пожалуйста, чем более развертелен, тем реакция идет хуже. Причина атака, атака с обыгранной стороны. В простанкции не в парке. Следующий фактор. Характер уходящей группы. Характер уходящей группы. Хорошая, в кавычках, уходящая группа, покидая субстрат, образует устойчивую молекулу. Образует устойчивую молекулу. Образует устойчивую молекулу. Значит, такая уходящая группа будет называться «хорошей», но в кавычках, понятное дело. Ну, йод, анион. Значит, йод в субстрате, если он уходит в виде йод, аниона, считается хорошей, уходящей группой. Йод, анион, устойчивая чисточка. Мини-устойчивая броманион. Еще мини-устойчивая вода. О, H2, V. Это была циониевая группа. Ну, и так далее, и так далее. Тем более устойчивая молекула. В конце концов, образуется тем лучше уходящая группа. Плохая уходящая группа, опять же в кавычках. Плохая уходящая группа, уходя из субстрата, образует неустойчивую молекулу или йон. Плохая уходящая группа, уходя из субстрата, образует неустойчивую молекулу или йон. К ним относятся к гидроксид, анион. Я не по порядку ухудшения свойства, а вообще в списке пишу. Гидроксид, анион, плохая уходящая группа. То есть, гидроксидная группа, это плохая уходящая группа. Поскольку она уходит из субстрата, и гидроксид, анион. Дальше, алкопсигруппа. Ой, извините, алкопсигруппа. Да, алкопсигруппа уходит в виде алкопсидеона. Алкопсигруппа уходит в виде алкопсидеона. Аминогруппу будет в виде амитаниона, метильная группа будет в виде карпатиона, метильного карпатиона, метильного карпатиона. И, наконец, в дорогу будет в виде чего? В виде амитаниона. В виде амитаниона. Вот у вас список противуходящей группы. Какое это имеет практическое значение? Все это теория, конечно, хороша, но нам ведь надо переломлять теорию на практику. Практика следующая. Нам надо получить йод-производное и спирт. Для этого надо что взять? Руклеофил. Какой руклеофил? Йод-реон надо делать, так ли? Плюс Йод с минусом. И тогда у вас должно получаться йод-рю, РЮ, то, чего нам с вами надо. А в качестве побочного продукта что должно уничтожиться? Йод-рю, это не он, так ли? АХО с минусом. Но гидроксиль, гидроксильная группа, плохая уходящая группа. Вот она. То есть, людьми словами, та реакция, которую я вам написал, она не пойдет просто-напросто. Вот я ее перечеркиваю. И таким образом, таким образом, спирт нельзя превратить в йод-производное. Но как можно обойти это все? Надо гидроксильную группу в спирте превратить в хорошую уходящую группу, чтобы она ушла в виде чего? В виде воды. Для этого надо спирту добавить. Протон надо добавить, кислоту надо добавить. Тогда получается РОН плюс протончик. Протонирует кислород. У нас гидроксильная группа уже будет. В субстрате аксониновая группа РОН2 на кислороде положительный заряд. Это теперь хорошая уходящая группа. И вот теперь мы можем добавлять йод-анион. Ну, йод-соль какую-то. В калии, йод-соль и калии, и так далее, и так далее. И тогда аксониновая группа уходит в виде воды минус H2O. Хорошая уходящая группа. Ну и получается совершенно спокойно, что идет в водный балл. Эта реакция уже пойдет. Эта уже реакция пойдет. Так что вот значение. Значение. Понятие. Хорошая и плохая уходящая группа. Понятное дело, это качественное положение. Но есть и более точные количественные. Но об этом вам еще рано. И, наконец, последнее. природа растворителя. Природа растворителя. Надо сказать, что это будет довольно сложной. У меня не растворительная реакция. Вам остается только сделать одно. Значит, существуют растворители с нуклеофильными и эрцифильными свойствами. Они называются полярные и протонные растворители. Но об этом в первых войну века слышали. Начались растворители с нуклеофильными и эрцифильными свойствами. Это протонные и полярные растворители. Протонные и полярные растворители. Протонные и полярные растворители. И так далее. Начальники образуют линейки в составе водорода. А водород, способные к образованию водородных средств. Водородных средств. Они способствуют СН1 механизму. СН1. Есть растворители только с нуклеофильными свойствами. Они, назване апротонные растворители. Апротонные растворители. Апротонные растворители. Они способствуют механизму СН2. Они способствуют микрофильному СН2. Ну вот это вот пока достаточно, потом мы эту тему разобьем. Значит, микрофильные расстройки, микрофильные источники, а протонные способствуют СН2. Итак, мы теперь переходим к другому механизму, который носит название механизма СН1. Значит, я хотел бы еще механизм СН2 вернуться немножко, подержаться. Я хочу показать вам график изменения потенциальной энергии от координат реакции для СН2. Для СН2. Итак, это потенциальная энергия. Это координат реакции. Итак, график будет следующий. Вот он. Вот он. Это будет Y минус, плюс, раз, два, три, С и Х. Исходный. Это будет подключать актированную пункцию, где новые сведения еще не образовались, а старые еще не разорвались. И, наконец, минимум энергии. И есть продукт реакции. Y, C, раз, два, три, плюс, Х, пара электронов, минус. Вот, пожалуйста, график. Как видите, очень простой. Я это все для того, чтобы показать вам, как внешне отличается механизм СН2 от СН1. Вот на подобный тип график. Итак, это СН2. Напишите, пожалуйста, а то вам скажите, что я наоборот и говорю. СН2. А теперь лакарин переходит к мономолекулярному нотрофильному замещению. СН1. Вы пишите, пожалуйста, механизм СН1. СН1. Значит, в отличие от СН2 янерной гимии протекает в две стадии. Текает две стадии. Первая стадия. Первая стадия. Первая стадия. Субстрат. Ну, это самая уходящая группа, которая обладает отрицательным эффектом. Подверждаются реакции ионизации. И, О, НИ, ЗА, СВИНЫ, Я. В чем заключается процесс ионизации? Происходит гомолитическое, прошу прощения, гетемолитическое щитление связи С, уходящая группа. В результате этого уделяется Х пара электронов отрицательных зарядов. И образуется, как вы видите, чего? Карпетион. Вот так. Образуется карпетион. Вот и первая стадия. Значит, это неонизация. Вторая стадия. Она начинает назвать комбинация. Образующийся карпетион. Карпетион я заново напишу. А также нуклеотилом Y- Минус. В результате образуется новая связь. Цель Y, цель нуклеотил. Продукт реакции. Вот, пожалуйста. Это будет СН1. СН1. И вот теперь, не стирая предыдущего графика, я рисую, как изменяется. А, реализация и комбинация. Ко-у-и-и-и-на-а-сим-я. И вот теперь я думаю, что это график. Значит, график будет следующий. Переходное состояние. Переходное состояние. Чем оно характеризуется переходное состояние? Оно характеризуется тем, что в реакции ионизации в реакции ионизации старая связь еще не разорвалась. Она ослаблена. Она ослаблена. И это показывается как пунктиром, соединяющим электронный дефицит гуглеродный атом с уходящей группой. Естественно, все по энергии очень большая энергия будет. После этого происходит шаг. Отрыв окончательной уходящей группы и образование карп к иону. Это будет все по энергии немножко пониже. И вот эта точка будет соответствовать чего? Карп к иону. Будет соответствовать карп к иону. Ну, соответственно, здесь давайте тоже. С и Х, чтобы вы все поняли. Вот это первая стадия. Это будет стадия ионизация. Там я символом написал. Это вот Экремушка. К иону. Дальше идет атака карп к иону. Снова образуется переходное состояние. Какое это будет? Вот это ПС-1. ПС-1. А здесь будет ПС-2. Чем она будет характеризоваться? Связь муклеофил и карп к иону. И он еще полностью не образовался. Он только не виделся. Это я показываю пунктирчиком. Вот. Таким образом и Y. Между углеродом и нуклеофилом. Видно отчеты? Пунктирчики. Значит, вот это вот. Соответственно, будет тоже высокой энергии. И, наконец, это образуется отличательная связь. Между углеродом и к иону. И образуются продукты реакции С. Соответственно, Y. Вот, пожалуйста, график. Вот два. Два графика. Вы сравнили. С-5. Два и где-то на один. Они отличаются друг от друга. Друг друг от друга. Понятное дело, что какая стадия из этих двух этой цилимитирующих? Никуда в авантосимической химии не делся. Это основа химии. И ясно, что здесь имитирующей стадии является стадия ионизации. Потому что здесь барьерчика повыше. И вот если он переискочит через этот барьерчик, он реактивен без этих разговоров. А для этого надо перескочить и это узкое горлышко в бутылке. Вот. И отсюда было, как определить, как определить, что у нас механизм СН-1. Мы увеличиваем концентрацию нуклеофила в случае СН-1. Все слушают. А вот, если я говорю, то я слышу, болтают эти последние парты. И не записывают, что при увеличении концентрации нуклеофила в случае СН-1 скорость реакции будет изменяться? Нет, не будет. Почему не будет? Может он нуклеофил не участвует в лимитирующей стадии? Пожалуйста, лимитирующая стадия ионизация. Там участвует нуклеофил? Нет, не участвует. Он во второй статье участвует. И едет на осенчается СН-1, но опять СН-2. Скорость реакции увеличилась. Скорость реакции увеличилась. Это первое. Второе. Второе. Если мы с вами возьмем оптически активный изогнет, ну пускай это будет то же самое, да? Вот так, вот так и вот так. Так, так, так. Чего там? Х, да? Вот он, пожалуйста, практически активный изогнет. Право-вращающий. Право-вращающий. Право-вращающий замер. Он участвует в реакции первой реализации. Уходит уходящая группа в видеомиона. Минус. Образуется карпетион. Это тетраэда. А карпетион в пространственной точке зрения что из себя будет представлять? Он будет собой представлять треугольничек. Плоский треугольничек. Вот так и было бы. Но вот это вот пошло. Основание превосило сквозь треугольник. В центре которого положительный заряд на карпетионном центре. Вот что получилось. И теперь этот плоский треугольничек атакуется чем? По второй стадии. Нуклеофилом. Плюс Y пары электронов отрицательный заряд. И он может быть такого как с тыла, так и с фронта. В результате этого будет получаться не один продукт, а два продукта. Один продукт будет получаться с той же самой конфигурацией, что исходный. Что исходный. Вот я его изображаю. Вот так вот. И вот так. Y. Да? А второй будет образовываться. Какой конфигурации? Пускай это не только право вращающий. А другой должен быть с противоположной конфигурацией. С противоположной конфигурацией. Это будет вот так, вот так и вот так. Так, так, так. И вот здесь будет Y. И это будет отрицательное лево вращающие земли. А так, с одной стороны 50% вероятности. А так, с другой стороны 50% вероятности. И этого получается 50%. И этого получается 50%. Будет оптически активный продукт? Нет. Нет. В этом случае, говорят, прошел процесс рационизации. Итак, химическим итогом СНГ является рационизация. В результате этого получается рационизическая модификация. Рационизическая модификация. Рационизическая модификация. Фактически неактивная. Но ее можно разделить на оптические замеры. То есть, по-другому, расщепить на оптические замеры. И это способом определения являясь ли это вещество рационической модификации или нет. В литературе иногда встречается рационическая смесь, рационизическая соединение. Это неправильные термены. Поминьте себя, пожалуйста. Есть и восстановительный учебник. Вместо терминной рационизической модификации обстрадить героничную смесь или рационизическое соединение. Это неверно. Совершенно разные вещи. Это же называется ракцимическая манификация. Таким образом, виноградная кислота является ракцимической манификацией чего? В гимне кислоты, о чем я вам говорю. Итак, пожалуйста, если скорость реакции от концентрации нутриофилов не зависит, и при этом происходит ракцимизация, только механизм будет называться СР1. Вот вам признаки и того, и другого механизма. Но не надо все это реактивизировать, это достаточно все не всегда выполняется, не на все 100%. Что здесь нового в этом механизме, в механизме, в СР1, нового в появлении промежутной частицы, которое звучит название карп-этион, карп-этион. Вообще-то существует три промежуточные частицы, да? Свободного гикала, о котором мы с вами говорили, и говорили об их устойчивости. Карп-анион, промежуточные частицы, и карп-этион. И вот теперь, встретив карп-этион, механизм СР1, надо будет обсудить там с вами. Надо будет обсудить, чего? Надо будет обсудить особенности карп-этиона, третьей промежуточной частицы. Мы с ними в дальнейшем будем встречаться, и поэтому сейчас надо это будет обсудить. Но, я не хочу разрывать это все пополам, но мы этим займемся в следующем поединке. Все, спасибо.